Привет, ребята! Я Александр Зигфрид и вы вновь после небольшой паузы в моей мастерской и на моем канале. Тема сегодняшнего фильма я расскажу вам о реставрации моего фуговального станка, о котором уже есть фильм. Это станок на 410 мм фирмы Бойерли. Дело в том, что при реставрации как таковой я фильм не снимал и документировал всё это только в качестве фотографии. В общем, фотографии я делал, немножко записывал. Вот эта вся документация была. Возможно, со временем я сделал небольшой фотоколлаж такой и выставлю это. Но посмотрим. Если интересно будет, конечно же, я сделаю это. Чтобы как-то это немножко объяснить, я приобрел сегодня похожий экземпляр, похожий агрегат. Фактически я приобрел эту машину только из клиньев. Кто внимательно смотрел мой фильм, знает, что там небольшой косяк такой был с клинями. Одно отверстие была, резьба разбитое, мне его ремонтировали, поставили другой болт. Вот. Короче, это мне всё время покоя не давало. Хотя балансировка не была нарушена как таковая. Во всяком случае, ничего не чувствовалось, ни вибрации, ничего. И машина работает до сегодняшнего дня отлично. Но всё-таки мне вот этот болтик светлый, он мне вообще не нравится. И я хотел заменить клиньи. На заводе, запросив информацию, не цену, а этих клиньев, конечно, я ужаснулся. 420 евро. Это мне было очень много, столько вся машина не стоила. Короче, надыбал я другой станок. И купил его, в принципе, только из-за клиньев. Клинья я сейчас заменю, скорее всего. И этот станок, который сегодня приобрел, я его продам, а оставлю свой. Хотя, хочу честно сказать, позавчера приходил покупатель и хотел купить у меня этот отреставрированный уже станок. И, в принципе, мы договорились уже. Но как-то я в последний момент отказал этому человеку. В общем, оставил я станок. Прирос он ко мне этот станок сильно, так же, как моя кепка. В общем, не стал я его отдавать. Очень он мне нравится. И слишком много я в него в работы вложил, чтобы просто так отдать за бесценок. Короче, я вам сейчас покажу этот станок в деталях. Так как он стоял в подвальном помещении, выносить нам его пришлось кусками. Ну, это, в принципе, легче было. Так как цельный станок выносить, спину сорвешь. А так мы его разобрали. Было буквально четыре болта, которые мы отпустили. И с моим братом и зятем мы это всё подняли наверх и погрузили на прицеп. На этом месте я хочу поблагодарить всю мою семью большую за помощь, которую она мне делает. Даже если я с одной минуты на другую срываюсь и куда-то еду, и что-то мне грузить надо или помогать, то всегда кто-нибудь мне поможет. На этом, в общем, огромное вам всем спасибо. Семья у меня большая. И с моей стороны, и со стороны жены, в общем, всем спасибо, низкий поклон вам. Короче, помогали мне сегодня брат и зять. Я был у них, у зятя был в гостях, это недалеко было там от места покупки. Приобрёл я машину, загрузил. И вот я вам сейчас покажу в деталях, как этот станок выглядит. И вы можете потом немножко себе представление сделать, как я это отреставрировал. В принципе, работы как таковой много не было, но всё же пришлось попотеть. Машина лежит ещё в прицепе. Я её как привёз, так и не разгружал. Сейчас более-менее такой, так сказать, задокументировал, что тут есть, что тут нет. Вот вы видите, мотор сразу, два стола, ящик с причиндалами, тут ремень, болтики. И вот основная станина от машины. Вот так вот выглядит эта агрегация. Стоит он тоже из четырёх частей. Вот видите, боковые стороны, они идентичные, кроме вот этих отверстий для крепления кронштейна от мотора. И соединённые эти две боковины вот такими перемычками. Это достаточно мощно сделано. Всё это хорошо затянуто, отлично подогнано. И весь ящик, вернее, вот эта вся рама держится изумительно. Литьё чугунное, я вам могу сказать, что лучше, чем на той машине. Вот даже по зернистости, это можно определить, не такая грубая зернистость. Боковина точно такая же. Тоже литые буквы, краска, оригинал. Это всё тут, никто ничего не делал, кроме вала. Вал был замененный, конечно. Вал стоял старый на нём. И этот вал заменили, вот здесь вот дата стоит, в 81 году. Отбалансированный вал. Вот как вы видите, здесь один клин я уже вытащил, чтобы проверить его состояние. Немножко, конечно, я разочаровался. Но всё-таки он лучше в состоянии, чем мои клинья. Резьба тоже покоцанная. Мне придётся зачистить. Сейчас мне достанут метчик на 12 с шагом полтора. И я это всё зачищу, сделаю резьбу. Резьбу опять я прогоню, и тогда падёт, в общем. Вот, кстати, пока я здесь, я могу сразу... Один подписчик Николай, к сожалению, фамилия, не помню я его. И я с ним уже разговаривал через скайп. Он живёт в Украине. Он меня спрашивал о обработке вот этих кромок в этом пазу. Вот как видишь, Николай, специально для тебя показываю, вот как обработаны эти кромки. Не очень они полированные, грубая фрезеровка. Вот ты видишь следы. И также обратная часть, к которой прижимается нож. Она нисколько не заполированная. Вот видно немножко риски вот эти. Нисколько не полированная, грубая такая, так сказать, фрезеровка. Клин в противоположном, вернее, клин совсем в другом состоянии. Он немножко лучше обработан. Вот такая мелкая фрезеровка, следы, правда, видно ещё. Но он тоже не полирован. Вот так вот он выглядит. Я уже упоминал резьбан М12, шаг 1,5. И здесь просверлены шесть отверстий. Здесь вот такие вот отверстия. В них вставляются пружинки. Эти пружинки выталкивают нож. В общем, для того, чтобы настроить его, достаточно создать давление сверху. В общем, он потом сядет. Снизу поднимать его не нужно. Он сам поднимается за счёт пружинок. Что с ним, с танком этим делать? Придётся мне, это, скорее всего, заменить подшипники. Вот как вы слышите, подшипники сухие совсем. Может быть, и хватит их смазать, но я, в общем, это увижу только, когда открою эти корпуса. Стоит здесь такая шайба для широкого ремня. Вот для вот этого ремень, конечно, конченый. Придётся мне или другой ремень такой достать, или поставить здесь простую шайбу на простые ремни. У меня на моём станке стоит двухрычьёвый шкив, и там два ремня на нём хватает тоже. Во всяком случае, этот вариант с простыми ремнями выйдет дешевле, чем вот такой вариант с таким ремнём. Заказывать такой ремень порядка 120 ойра стоит, если новый. Так что я, наверное, обойдусь другими шкивами, другими ремнями. На этом плане, вы видите, столы. Вот они два лежат, один так, один так. Вот это вот санки, о которых говорил, салазки. Эта рама, она ложится на эту поверхность. Вот здесь вы видите такие пазы. И, в общем, эту раму можно двигать вот так вот. Достаточно ослабить вот эти два болта. И можно эту раму всю подтянуть, чтобы настроить аккуратно ножи. Вернее, подлезть к валу, так как ротик не очень большой. В общем, это достаточно хорошая функция. На эти рамы уже закреплённые столы. Вот такая косая направляющая, вот здесь видно. Притянутая, а не вот эта вот такая планка, притянутая тремя болтами. И это всё настраивается, в общем, с помощью вот этого винта с таким колесом. Литьё и здесь на столах тоже аккуратное, более чистое такое. На моём станке было очень грубое. Особенно нижняя часть столов была очень покоцанная. Здесь лежит линейка, которую тоже можно ставить под углом. Но это очень такая трудоёмкая работа. И я, в принципе, этим никогда не занимался и этого не делал. У меня настроена линейка на 90 градусов. Я чисто делаю только 90 градусов кромку. А фаски различные или косые кромки, это я всё делаю на фрезере или на циркулярке. Мотор вот так вот выглядит. Вот вы видите, деревянный шкив такой, собранный. Это, конечно, такая работа не очень аккуратная. Но хозяин, вернее, бывший столер, он лучшего ничего не нашёл. На моторе закреплён вот этот выключатель, звезда-треугольник. Двухкиловатный мотор. И, скорее всего, это до военного производства экспонат. Так как на станке моего отца, на токарном станке, стоит похожий мотор вот с такой сеткой. И этот мотор 1938 года. Я не хочу сказать, что это такого же года, но это очень ранний мотор. По плакетке, к сожалению, нельзя сказать год выпуска. Но всё же я придерживаюсь мнения, что это довоенный. Так как именно форма какая-то его такая вот более лучшая, более старая. Может, возможно, что я ошибаюсь, но это может быть и не так. В ящике вот этом лежит, вот, касал же ремень, два винта от упорной линейки. Этими винтами был прикручен мотор, вернее, крепление от мотора к деревянной станине. Вот она, кстати, стоит. Конечно, выглядит она немножко по-другому, не так, как моя станина. И собранная она, если посмотреть внимательно, то минимум из трёх разных пород дерева. Наверное, что валялось в мастерской, то и собрали. Вот эти вот два блока, вот этот и этот, это, скорее всего, яблоня, судя по цвету. Вот эти вот два верхних блока, это сосна. Что это за нижние доски, это я пока сказать не могу, так как они в краске, и там толком ничего не видно. Но я предполагаю, что это, что это бук, возможно, что это тоже яблоня. В общем, ну это, кстати, вот уже кусок открылся. Это, кстати, груша. Вот этот материал. В общем, как я сказал, из трёх пород деревьев, груша, яблоня и сосна, это комбинация. Ну, в общем, этот ящик пойдёт мне только на растопку, так как буду я делать совсем другое основание под этот станок. Это будет ящик, вернее, стол с ящиком для стружки. Вытяжку я не буду делать, подключение к аспирации не будет, так как этот станок у меня не останется, скорее всего. В общем, вот так вот в деталях, кому интересно, вот подвеска линейки упорной. Я вот так вот медленно покажу вам. Если интересно будет, просто посмотрите, вопросы будут задавайте. Усиленная литьё, видите, линейка фрезерованная. И боковая грань, и верхняя тоже. Это под 90 градусов она фрезерованная. Я замерял очень точно. Вот так вот. В общем, могу сказать, что одному, или, вернее, вдвоём эту машину не поднять было бы. И разобрав вот так вот на 5 частей, это мы вполне втроём обошлись. Один принимал на прицепе, двое подавали, это всё хорошо сработало. Также защита, вот это всё тоже оригинал, такая же, как и моя. Теперь могу с уверенностью сказать, что моя была оригинал, так как это точно такая же. Конечно, она не комплект, вот здесь вот куска не хватает. Но этот кусок как раз был убран, потому что тут уже стояла линейка, и, скорее всего, его оборвали, чтобы она не мешала, чтобы не болталась. Вот так вот выглядят винты, болты от клиньев. Думаю, сейчас настроится камера. Немножко поймать, поймать фокус сложно. Головка вот плоская и немножко закруглённая сверху, для того, чтобы был один пункт. Вот видно его там, этим пунктом он давит, в общем, и не сдвигает клин при зажиме. Начнём вот такой небольшой обзор, из чего состоит мой фуговальный станок. И по этому экспонату, который лежит здесь в машине, можно уже сказать об этом. Погода у нас, вот немножко отвлекусь, погода сегодня замечательная перед Пасхой. Сегодня пятница, конечно, работать нельзя, но всё-таки не удержался, я попёр и забрал этот станок. Ну, я надеюсь, Боженька меня простит, рабочих людей, наказывать не за что, они работают. Вот, посмотрите, вот наша улица, вот соседи, можно сказать, 80% здесь выходцев из бывшего союза, вот за исключением вот моего прямого соседа, вот в этом доме. Он с Венгрии, музыкант, кстати. Музыкант преподавает здесь, его жена делает, так сказать, занимается преподаванием музыки, к ней приходят на дом ученики, и это она всё делает. Очень такие вежливые люди, очень хорошие, и я хорошо с ними общаюсь. Вообще, я могу сказать о соседях в нашем городке, в нашем микрорайоне таком. Соседи у нас очень хорошие, имеются, конечно, исключения, но это не стоит брать во внимание, по-большему, все хорошие люди. На этом я заканчиваю свой фильм, такой был небольшой обзор, больше демагоги, как обычно, в принципе. Надеюсь, что фильм вам понравился, и следующий фильм выйдет, я надеюсь, перед Пасхой, как раз в воскресенье. И на этом пока, и до новых встреч, друзья!